Мы должны сделать так, чтобы наша власть обратила на нас внимание. Объявить 15 мая днём защиты от неправомерных судебных решений. С таким месседжем в соцсетях к казахстанцам обратилась алматинская предпринимательница Санавар Закирова и призвала их собраться в этот день у Генеральной прокуратуры страны. На публичное видеообращение откликнулось порядка 20 человек. Такая идея, говорит Санавар, появилась после её попытки вернуть через суд собственное авто, конфискованное государством. Судьи не несут никакой ответственности за свои решения. На судей нельзя в суд подавать, они неприкасаемые. Обжаловать их решение невозможно, потому что вот эти высшестоящие суды, они своих не сдают. У Генеральной прокуратуры ходоков из разных регионов страны поджидали полицейские и люди в штатском. Представители надзорного ведомства тоже не заставили себя долго ждать. Давайте, может, пройдём у нас и там мы вас выслушаем. Внутри здания встреча проходила без телекамер, но и разговор со слов людей не состоялся. Генеральный прокурор не вышел к собравшимся. Разговаривая с его подчинёнными, они отказались. Общественный деятель Салим Отен, который пришёл поддержать соотечественников, не удивлён таким исходом. Говорит, при нынешней власти бесполезно апеллировать к её же приспешникам. Но надо. Хоронить свои мысли, свои требования, свои чаяния никогда не надо. Как говорится, гвоздь, когда забиваешь в доску, он сразу не заходит. Его бьёшь несколько раз. Вот этот вот удар молотком по гвоздю, он даёт конечный результат. То есть все должны видеть, даже вот эти власти сидящие, они должны видеть, что народ недоволен. После неудачного похода в генпрокуратуру, Закирова и откликнувшиеся на её обращение граждане пытались осадить предвыборный штаб Нур-Утана, чтобы встретиться с кандидатом и с действующим главой государства. В партии власти приняли заявление и обещали рассмотреть его в ближайшие дни. Приём должен быть председателем Верховного суда. Год назначили. Ни одного человека, ни одного человека не принимать. Требования у граждан одно – создание независимой комиссии по пересмотру незаконных, по их мнению, судебных решений. Организатор акции, предприниматель Закирова, всё ещё надеется вернуть личный автомобиль. Его, как утверждает сама Санавар, изъяли за её попытку создания собственной политической партии. Власти, со слов женщины, препятствовали проведению учредительного съезда. А сегодня своими действиями помогли и обрести новых сторонников. Адильхан Шайков, Ержан Амиханов, Азатык ТВ.